МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Скромный, интеллигентный, спортивный, уроженец Цивильска Юрий Иванович Боровков на фронт попал в июле 43-го после окончания артиллерийского училища. Его назначили командиром огневого взвода, сформированной в Чувашии 139-й стрелковой дивизии. Боевое крещение лейтенант Боровков прошел во время Смоленско-Рославльской наступательной операции на Западном фронте. Самое сложное на войне, когда приходится отступать, говорит ветеран. Я воевал, окончив училище. Дали мне шесть пушек под мое командование. И так с этими пушками, ну не со всеми, половина были уничтожены врагом. Я дошел и прошли мы потом и в Германию, немцы победили и дошли до французско-испанской границы. Юрий Боровков – участник многих кровопролитных боев на Днепре при освобождении Белоруссии и Польши на территории Германии. За мужество и отвагу заслужил ордена Александра Невского «Красной звезды» Отечественной войны I и II степеней. Более десятка медалей. Участник парада победы в Москве 24 июня 1945 года. В Казанском институте после войны получил юридическое образование. Со своей супругой Юрий Иванович сидел в школе за одной партой. Она дождалась его из армии. Все трудности и радости жизни прошли вместе до конца. Сейчас Юрий Иванович живет вместе с детьми в Чубоксарах. У него подрастают внуки и правнуки. Футбол играл, волейбол играл, участвовал на первенство в молодости, на лыжах ходил. Он любит очень спорт. В молодости сам занимался спортом. Все спортивные передачи, все смотрят. Олимпиада была. Великолепно разбирается в футбольных командах, игроков знает. Вот для него сейчас хобби – это спорт по телевизору. С 1951 по 1953 годы Юрий Иванович работал в прокуратуре Алтайского края. Сначала народным следователем, затем прокурором. В конце 1953 года вернулся в Чубашию. Работал помощником прокурора города Чубоксары, Цивильского, Канажского районов. Каждый год перед Днем Победы Юрия Ивановича поздравляют молодые коллеги. Накануне праздника Великой Отечественной войны хотелось бы отметить, что ваш пример служит для работы в Канажском районе прокуратуры образцом мудроства и чести. Вот уже два года Юрий Иванович редко выходит из дома. И сегодня на торжественное собрание в прокуратуру республики пойти не смог. Там поздравили ветеранов, которые после войны работали в данном ведомстве. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика.